Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Зворот на субботнюю промую линию – действный способ вырошения проблем. В ине камеры охвания потекавилися наши мазырские коллеги. Город дотульный для людей и беспечный для природы. Наш регион долучился до мероприемства «У ты дня мобильности». Ляскавичи рыхтуются до свята. Завтра тут стартует фестиваль этнокультурных традиций «Клич Палесся». Галоны белорусский фильм года. У Гомеля презентовали сенсационный кристалль. А зараза б гэтым меньшим больше подребязно. Сегодня у Гомеля отбылась рабочая встреча представников Министерства финансов Беларуси и России. Байки обмерковали перспективы супрациониста у сферы вытворчасти каштоуных вырабов. А так само разглядели некоторые пытания унификации законодавства у гэтой сферы. У приватности размова ишла обмакчимасти больштесного супрациониста Гомельского завода «Крышталь» с группой «Алроса», якая з'является буйнейшей у свете компанией паздабыча алмазов. А праджа таго обмеркованы пытания и створения в рамках Евразийского экономического союза агульной системы маркировки каштоуных каменев и металлов. Отповедная работа зараз проводится на всей территории агульной просторы. Але белорусско-российские напрацовки можно лечить ориентиром. Ябчакается, такая система дозволит значительно сменшить колькость реализуемых на рынку подробных товаров и повысить конкурентно-здольность вырабляемой продукции. В этой связи особенно важно было посмотреть на производство на «Кристалле», посмотреть на ее возможности. Во-первых, не секрет, что мы планируем ввести маркировку в том числе и на бриллианты. И здесь опыт, который наработан на «Кристалле», он был полезен, во-первых, для того, чтобы мы сделали похожие вещи в себе, а во-вторых, для того, чтобы могли эту маркировку делать в унифицированном режиме. Субботняя промоя линия – действенный способ вращения хвалюющих пытанев. 8 вересня до старшини Гомельского облаканкама Владимира Дворника со своими проблемами звернулись мазырани. Жахары ново-будовли по бульвару юнацтва поскарделися на затеканне балконов. Еще одна проблемная ситуация – хвалюющее мясцовое насельництво, отсутность осветления по улице Рыжкова. Наши мазырские коллеги подекавилися, как изменилась ситуация после азвороту. 167-й дом по бульвару юнацтва у мазыры сдали в мае минулого года. Новосельцы почали обживать новое жилье. Панельные коробки стали перетвораться в аутульные кватеры. Але радость жахару дома озмрочили першие дожжи. На балконах заставалися соправданные лужины. Своими проблемами новосельцы поделились со старшиней товарыства уласников. С заселением жильцы мои столкнулись с такой проблемой, как затекание осадков извне. Они обратились ко мне с вопросами, с жалобами, что нужно что-то делать. Я в свою очередь обращалась к застройщику ДСК Мозырского района и заказчику УКС Мозырского района. После обследования кватер будуники вынесли вердикт – вода на подлозе – это конденсат. Протекающие балконы – выник неправильной эксплуатации жилья. Але дождливая надворья показала, что проблема не выращается регулярным проветриванием. Жахары дома звернулись на горячую линию зуделом старшиней Аблвы Конкама у Владимира Дворника. У вынику на проблемных балконах переусталявали оконные рамы, провели ермитизацию стыков стеновых панелей. После обращения собственника с моего дома на горячую линию к губернатору вопрос решился. Во всяком случае в понедельник жалоба была снята. Жильцы довольны, потому что у них есть уже возможность сделать далее ремонт в квартире, в том числе и на балконе. Еще один зворот от Мозыран, что поступил на хорошую линию отсутность уличного осветления. Шмат поверховки по улице Рыжкова – первшие домы, побудованные удалечены от обжитых микрорайонов. По суседстве – везка, зеленые яры и шумная дорога. Гэтые домы стали першопроходцами. Бо везка Бабры, хоть и давно увайшла у межы города, долгий час заставалася паза увагой будовников. Зараз тут многое изменилось. Заявилась дорога, дитячая пляцовка, стоянка для машин. Вось только с заходом солнце район погружался у Темру. Ни один с большим 20 лихторов не гарыл. До того часу, поколь об проблеме не стало вядома областным уладам, які доручили яе рашення мясцовой вертыкали. В данном случае эта проблема затянулась с передачей балансодержателю инженерных сетей по дому. Практически недавно эти объекты уличного освещения принял режим колхоз и восстановлен освещение. Работа со зворотами хромадзян – приоритетный напрямок у работе Мазырской районной администрации. В этой теме было присвечено и опошнее поседжение райвы Ганкама. Усяго у первым поугодзе поступило больше, як 340 зворотов. У правнании с аналогичным леташним периодом их колькась скоротилася. Однако при этом выросла колькась скаргу по пытаниях архитектуры и будовництва, добра упорадкования, жилёва коммунальной господарки и земля корыстания. Телеканал Мазыр специально для телерадо-компании «Гомель». Чарговые промые линии с уделом мясовых уладов пройдут завтра. Жихары региона смогут рассказать про хвалючие проблемы наместнику старшини Гомельского Аблвы Конкаму Владимиру Горбачёву. Нумер телефона 33 12 37. У Гомельским гарвы Конкаме промые линию проведе старшиня городского совета депутата у Миколай Ковалевич. Нумер телефона 75 19 84. Промые линии будут працавать с 9 до 12 1. 22-го вирусня будет означаться «Сусветный день без автомобиля». Водителям пропонуют не выкорыстовывать уластное ауто, а рухаться пешу, т.е. в выпадку необходности пересесть на громадский транспорт. По сути, эта акция станет завершением тыдня мобильности, головная задача якого – снижение негативного уплыва транспортных выкидов на новокольное сяродзе. Олег Сенсеров наведал некольки мероприемств, о которых сегодня прошли в Гомере под девизом «Город як простора для людей». По отдаденных «Сусветной организацией Аховы здоровья», что год причиной смерти мальт 3-х миллионов человек на планете, заявляется заброшенное поветро. Минновитое оно выкликает такие захворывания, как инсульт, инфаркт, рак легких, створяя проблемы для сердечно-сосудистой системы. Основная кредита заброшивания в угольной электростанции, спаливание смети и, беда, самое головное – выкиды от аутотранспорта. По информации об основном комитете природных ресурсов и Аховы новокольного сяродзе, в целом стан поветра у Гомеля оценивается, как стабильно добрый. Выключением были только летние месяцы, когда при недохопе опадков и высокой температуры концентрация шкодных речев крыху перевышала нормативы. По многим это вина автомобильных выкидов, в складе яких злучений свинца, альдегиды, канцерогены. При этом колькость авто у Гомеля стабильно повеличивается. На начало 2018 года на территории города Гомеля зарегистрировано более 170 тысяч автомобилей. По сравнению с прошлым годом прирост составил более чем на 5 тысяч автомобилей. Суместная акция экологов и супрацовников Державтоинспекции по проверке автомобилей на наявность шкодных выкидов – одно из мероприемств в тыс. мобильности. Во умовах, когда больше 70% автовладальников игноруют проходжение технического гляда, такая акция совсем не лишняя. Правда, в даденном выпадку об штрафных санкциях размыва не идти. У вынику наявности проблем водителям просто дадут парады об ликвидации несправностей. Это, саправдой, актуально. Для этого в Гомельской области выкиды заброджевающих речев у поветра склады крыху больше 200 тысяч тонн. Ямаль полова от транспортных сродков. Мероприятие, которое мы требуем, чтобы в обязательном порядке проводили, значит, организации, которые используют общественный транспорт, это замена на более современные новые автомобили, которые меньше загрязняют атмосферный воздух. Ну и, конечно же, ведется постоянный, круглогодичный, ежедневный мониторинг окружающей среды. Одна из самых массовых акций в рамках «Триня мобильности» проходит с уделом студентов Гомельского державного университета имя Франциска Скарины. Флэш-моб, концертные номеры и научальные программы. Экологичную культуру необходимо выховывать из яцинства, но и в студентской годы с ворот до этой темы лишним не будет. Тем больше, что подчас учебы у ВНУ студенты отримуют виды, какие в дальнейшем допомогут им адекватно оценивать экологичную ситуацию. Мы сейчас через призму обучающую, проводя замеры совместно с нашими представителями из Комитета природных ресурсов, показываем студентам, какое количество грязи выбрасывается в наши легкие, и мы понимаем, насколько это негативно, можно сказать, на здоровье человека. Все не означается «Международный день миру». С этой нагоды во всех краинах отмавляются от насилия и спыняют святение огню. Заснованное в 1981 году свято объединало миллионы людей, которые мкнутся до сенсования проблем к миру, обмениваются информацией и опытом по его досягнению. Гомельский регион не застался у Баку от святкованья, какие мероприемства протягнуть миротворчую миссию в ближайшие дни. Доведалась Ялгения Кухаронак. У специализованном лицеи при Университете грамадянской обороны МНС самогаранку – урочистое построение на пляце. Другий год запор по инициативе Российского центра науки и культуры тут проводят миротворчую акцию «Флэшмоб миру». У дельничаи, звычайно, все лицеисты, а их зараз больше, как 240 человек, и они выстроиваются у слова «Мир» и выпускают в небо поветренные шары с белыми паперовыми голубами. Все лето, увысь, взлетели символы миру с именами урадженцев Беларуси, які змагались за родимую Первую Сусветную войну. Організаторы акции вырешали таким чином нагадать, что ровно с того до того завершился один из самых широкомасштабных узбройных конфликтов у истории человечества. Наприконце святочного сбора хвили на молчание. 60 секунд дадено всім присутным на роздум над миром, якими маем сегодня, и способами его захавания. Для меня мир – это возможность творить, возможность работать, возможность завести семью, расти детей, быть счастливым. Это, прежде всего, мирное небо над головой. Сейчас есть очень много стран, где проходит война. Для них мир – это их мечта, это их желание обрести этот мир. А страны, у которых мир есть, не все осознают это. Глядя на то, что происходит в мире, так же хочется, чтобы этих войн, катаклизмов, катастроф не было. Хочется, чтобы понимание между людьми, независимо от их страны, национальности, оно только лишь росло и развивалось. И люди берегли то, что у них есть. Белорусский фонд «Миру» свою миротворчую деятельность вядя штуденна, не глядяши на даты у календары. Марши «Миру», международные лагеря сябровства, доброчинные акции, флешмобы и шарахинших мероприемствов, які пропагандують миролюбность, проводятся и у Гумельской области. 21-го веросяня шануюця особливо. До свята примеркована акция «Диття мира». Проводится и она 10 год за пар. На наступном тыдне миротворцы наведают у роддомах Жанжин, які народили у Международный день мира. Мати отримают особливые посвечения. До того ж, Белорусский фонд «Мира» до святочной даты подрахтовал выдание сборника вершев «Дети за мир». На сторонках книги можно знайсти родки, складенные починающими поэтами у Гумельской земли. Юных вершотворцев означать на урочистом сходе, присвеченным Международному дню миру. Вот этот прекрасный солнечный день хочется поздравить всех жителей области именно с праздником Днем мира, пожелать всем прежде всего здоровья, благополучия, добра и мира в каждый дом, в каждую семью. Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Лгомель». Завтра у Агрогород-Куляскавич и Петрыковского района пройдет пятый международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Палессия». Традиции на отделу форуме примут творчие коллективы, мастеры и рамесники из восьми районов Гомельской и трех Бресской в области. А про то, на фестивале чекаются фольклорные коллективы и народные умельцы из России, Украины, Молдовы, Краинбалты, Польши, так само Индии и Китая. Гости форуму смогут ознайомиться с самобытной культурой и побытом Жихаро-Палессия. При этом все лет организаторы вырошили реализовать новую концепцию его проведения. Кожный район представить вёску, якая реально иснуе на его территории и выделяются незвычайные назвы и традициями. А про то, программа «Свята» продуглеживается присвоение звания «Хоноровый поляшух», выбор по лесской прихожонии, проведение традиционных народных гульняв, мастер-классов по побытовых танцах и демонстрации спектакля у Белорусского народного театра «Батлейка». Для подвоза людей из Петрикова и Житковича будет заденечен додатковый аутотранспорт. С каждым годом количество людей всё нарастает и нарастает, в том числе и творческих коллективов. В этом году уже по заявкам не менее 30 творческих коллективов будут участвовать в фестивале, народных я имею в виду. А так в целом, конечно, людей ожидается не менее 30 тысяч. Не менее 30 тысяч. Каждый год на несколько тысяч добавляется. В Гомеле прошла презентация белорусского мастерского фильма «Крышталь». Драматичная комедия уже стала хитом широким международных кинофестивалей и отримала становочие отгуки в замежной прессе. Презентация проходила с делом режиссера киностушки Дарьи Жук. Все жадающие смогли зью особисто погутарить, взять аутограф и сделать фото на память. День и картины разгортываются в 90-е годы в Беларуси. Режиссер поделился. Особливых складанностей у преодновления антуражу минулой эпохи не возникало. С дымки проходили у Минску и Борисове. По сюжете дерзкая и свободолюбная девчина-диджей марить ехать у Америку, а ли робить помылку у заяви на визу. Яна вымушенная провести тыйдень у провинцийным белорусским городку, каб не позбавиться шансу на выполнение своей американской мары. Сусветная премьера фильма отбылася на международном кинофестивале у Карловых Варах. Так само Крышталя трыма у Гран-при международных кинофестивалей у Одессы и Алматы. Фильм про тягу и подорожничать по свете. Зараз он запрошен и больше, как на 20 кинофестивалей у разных краин. А значим, Крышталь стал первой картиной за пошли 20 годов, которую Беларусь вылучает на отримание премии «Оскар». Мне на самом деле было бы радостнее, если бы зрители пришли без этой нагрузки и просто пришли посмотреть фильм, а не фильм, который выдвигается на «Оскар». Мне кажется, что он удивляет и радует искренне. Мне просто хочется более открытых зрителей без каких-то установок. Сенсацийный белорусский фильм «Крышталь» будет демонстроваться в гомельских кинотеатрах «Мир» имени он, а так само во всех кинотеатрах в области. Физика доступная усім. У картиной галереи Гаурила Вашенке открылась выстава «Экспериментус». Авторы незвычайного интерактивного проекта – группа инженеров и программистов из Минска. На протягу некольких годов они створали разностайные прилады, как переконать любого навука может быть циковой. Выстава «Экспериментус» – это некольки десятков экспонатов, которые наглядно демонстрируют разные законы физики, природные зъявы и оптичные иллюзии. Причем их одноведовольников под шкло не хавают, а на дворот дозволяют и навод пропонуют кранать руками. Например, с допомогой рычага Архимеда все, ожидаюча из легкости, узнимут тяжкую гиру, проверять на практице теорему Пифахора, запустить маятник, как бы повниться, что земля саправды круглая. А еще тут можно увидеть на властной вочи, как проводится электричный ток и скласти пазлы с муляжа человеческих органов. Гостям так само пропонуются пынуться в Королевстве Крывых Люстерков и значительно измениться в росте, дякучи оптичной иллюзии. Выставка у нас интересна тем, что она опознавательная, ее можно трогать, можно крутить, можно узнать много нового. Для тех, кто хочет вспомнить физику или просто узнать какие-то физические явления, какие-то особенности, оптические либо физические, обязательно нужно прийти в галерию Ващенко. Мы приглашаем всех жителей и гостей города Гомеля, детей со своими родителями прийти в картинную галерию Ващенко и посмотреть удивительные физические явления и приборы. Для спорта пирожка Дниснуе. Это доказывают юдельники областного чемпионата разом мы можем усе, який сенья пройшел у Гомеля. Своя спортивная здольность у им демонструют люди с инвалидностью. Усяго больше, как 60 удельников. Нехто мая порушение слыху альбо зроку, иншая опорно-рухального аппарату. Спортивная программа включая настольный теннис, шахматы, армреслинг и боча. С поборницей проходят у рамках реализации проекта супрациониста людей с инвалидностью Беларуси и Украины. Проможцы отправятся у Житомир, где примутю делу в международном чемпионате. У свою чергу украинские спортсмены так само плануют визиту отказ. Это даст возможность людям с инвалидностью наладить партнерские отношения с нашими украинскими друзьями и поделиться опытом работы общественных организаций, в первую очередь инвалидов в Украине и Беларуси. И даст потом в будущем, опять же, может быть как результат новые совместные какие-то проекты. Это и так сама иншая новина вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу. До новых встреч в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. И в начале о резонансном деле мозырского живодера в областном управлении Следственного комитета нашей съемочной группе рассказали о прошлом молодого человека. Как оказалось, он причастен не только к жестокому обращению с животными. По информации следователей, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. В 2007 году он был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за поджог православного храма в Мозыре. Был освобожден в 2012-м, однако на этом не остановился. Уже через несколько месяцев после освобождения мужчина был задержан по подозрению в восквернении двух православных храмов в городе Мозыре. В ходе следствия свой поступок он объяснял враждебным отношением к христианской религии. Напомню, на этот раз 28-летнего жителя Мозыря задержали за издевательство над животными. Он убивал котят и снимал это на видео. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь. В преддверии выходных на дорогах региона произошло несколько десятков ДТП. Не обошлось без пострадавших. Так в Гомеле возле администрации советского района под колеса Ниссан попал пенсионер. По предварительной версии водитель не заметил мужчину. Пешеход переходил участок проезжей части по линии тротуара справа налево по ходу движения автомобиля. В результате происшествия с полученными травмами мужчина был доставлен в больницу. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. Эфир телеканала Беларусь-4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. Здравствуйте. Жлобинский металлург потерпел очередное поражение. На этот раз столевару ступили Неману. К началу второго периода казалось, что игра закончена, когда на табло горел счет 4-0. Однако жлобинские хоккеисты собрались и отквитали две шайбы, дав надежду на положительный исход встречи. Правда, в концовке вновь пропустили. 5-2 побеждает Гродненский коллектив. А вот Гомель снова порадовал, одержав тяжелую победу над Лидой. Голевой феери в этом поединке зрители не увидели. Единственная шайба была заброшена в конце первого периода. После эффектной атаки отличился Егор Степанов. Хоккеисты Лиды в дальнейшем не раз пытались отыграться, но ни одна из попыток успехом так и не увенчалась. Стоит отметить, что голкипер Гомеля Алексей Мерзлов второй матч подряд отстоял на ноль. Завтра рыси сыграют со жлобинским металлургом. Сегодня матч Днепр-Смолевичи. Открыл программу в 22-го тура чемпионата страны по футболу высшей лиги. Футбольный клуб Гомель свой поединок проведет завтра. Зелено-белый отправится в Жодино, где сыграют против Торпедо Белас. Начало в 19.45. В турнирной таблице обе команды располагаются по соседству. В активе Гомеля 26 очков и 9 место. У Торпедо на 5 баллов больше и 8-я позиция. Не останутся без футбола и гомельские любители игры номер один. В областном центре на выходных запланированы поединки с участием юношеских команд. В субботу сразятся Гомель и Днепр. На поле выйдут игроки 2002 и 2003 годов рождения. Две другие возрастные группы, старшая и младшая, свои матчи проведут в воскресенье против сверстников из БАТЭ. Все игры пройдут на стадионе с Дюшор-8. А мужская команда гонбольного клуба Гомель постарается завтра реабилитироваться за предыдущие неудачи. В очередном матче чемпионата подопечная Сергея Цыганкова на домашнем паркете сойдутся в поединке против Могилевской Машеки. Встреча пройдет во Дворце игровых видов спорта. Начало в 14.00. Команды пока идут вровень. После трех сыгранных матчей на их счету одна победа и два поражения. В Гомеле прошло первенство БФСО «Динамо» по академической гребле. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены 2001-2004 годов рождения. Победу оспаривали динамовские гребцы-академисты из Гомеля и Минска, представители профсоюзных спортшкол с дюшер номер 6 по гребле, а также команда из областного училища Олимпийского резерва. Соревнования проходили на протяжении двух дней. В первой состоялось восемь заездов, во второй четыре. В результате больше всего побед на счету динамовцев по три у Гомельских и Минских. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4. Продолжение следует...